Приветствую вас. Как мне кажется, вы обесцениваете свои добрымности, как мне кажется, что вы в какой-то степени стыдитесь своих потребностей, стыдитесь в какой-то степени своих желаний, и из-за этого вам, с одной стороны, кажется, что когда вы идете по их направлению, что вы делаете что-то плохое, с другой стороны, когда человек делает то же самое, вам кажется, что вас используют, ну, потому что вы так вот к своим, по факту, желаниям относитесь, вот, как к использованию. Вот, то есть все здесь в плане, в целом, в связи в целом вытекает именно из того, что вы сами обесцениваете свои потребности, в общем, то же самое. Почему обесцениваете свои желания? Ну, вы не принимаете их, с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, у вас есть страхи, то есть, ну, страхи, например, остаться одной и так далее, да, из-за чего вы, по сути, оказались замужем за человеком, который вас не принимает целиком и полностью. А вот, то есть, как бы, с одной стороны, вы, вот, не принимаете в себе свои желания, с другой стороны, с другой стороны, вы движетесь, вы движетесь другими желаниями, которые не до конца осознаете, например, страх одиночества и незащищенности, для чего выбираете себе в партнеры человека, который вам не подходит, пытаетесь добраться от других людей, но сближаться с ними боитесь, из-за того, что нет личных границ, то есть, они недостаточно проставлены, вот. И восстановиться-то вам нужно помочь, но здесь психотерапия нужна. Вот, а не просто так. Ну а муж просто отреканывает вам то, как вы относитесь сами к себе. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго. Спасибо.